что рисуешь натальная карта лёш он смотри венера в двадцать седьмом доме то возле нас возле арены что ли так что ли лёш это звезды тебе вообще интересно что в следующем году будет ну если касается моих инвестиций туда твоей зарплаты только в крылышке кейси инвестировать я конечно бы лучше послушал специалиста они тебя марин привет привет расскажи астрология это вообще наука вот моего например соведущего интересует куда инвестировать свои 28 рублей 36 между прочим я бы сказала что астрология это набор статистических данных вот как сейчас стоят планеты вот можно посмотреть что это будет для нас и как это будет конкретно для алексея поэтому инвестировать конечно нужно это важно и даже 36 рублей я рекомендую конечно фарм компании потому что они сейчас будут конечно у руля в связи с коронавирусом наверно конечно конечно правда сейчас говорят что и в индии еще какая-то ерунда начинается поэтому сюда такое да ну посмотрим 21 год покажет ну а звезды что говорят по коронавирус исчезнет в первом году конечно конечно исчезнет все проходит и коронавирус пройдет на самом деле 21 год он намного лучше чем 20 это радует потому что мы все ждем чего-то хорошего и прекрасного вот это все порядком надоело и если говорить про общую тенденцию 21 года то она пойдет только вверх то есть сейчас мы готовимся к чему-то прекрасному что нас ждет в конце 21 года даже для россии конечно для россии особенно в принципе весь 21 год можно разделить на три этапа в первый этап мы уже сейчас вошли и это такая подготовка мы сейчас привыкаем к новым реале мы привыкаем к тому что нас сейчас поджидало можно сказать то к тому во что мы сейчас вошли середина 21 года это уже будет скачок и денежных кстати тоже делах и 43 рубля нет я думаю что к середине будет гораздо больше но начать надо уже сейчас вот а в конце года уже будет прям такой взрыв но там самое главное пути путь который мы выберем да правильно по правильному пути пойти но это уже все зависит от нас от каждого из нас а есть какие-то я не знаю вот там для знаков зодиака да какие какие-то свои рекомендации например или свои какие-то интересные моменты которые вы можете рассказать вот для каждого из нас естественно но я к сожалению не могу сейчас взять вот каждый знак зодиака и про каждому про каждый знак зодиака рассказать пройтись по каждому почему потому что все очень индивидуально мне надо знать не только знак зодиака да мне надо знать там еще целый набор данных для того чтобы составить карту для каждого но общей тенденции таковы что вот все положения планет которые я анализировала к сегодняшней программе они указывают на тельцов то есть тельцам будет в этом году особенно хорошо но дело в том что я занимаюсь ведической астрологией не западной поэтому у нас такого нету что вот родился ты там в этот месяц ты телец все в ведической астрологии тельцы рождаются каждый день течение года происходит потому что ведическая астрология она ориентируется на восходящий знак то есть знак который восходит на востоке в момент рождения и за сутки проходит все 12 знаков поэтому по западной астрологии например я дева а по ведической я весы а вот что касается 2020 давно наверняка астрологи еще там в девятнадцатом году составляя какие-то там прогнозы на 2020 видели что что-то грядет грядет что-то большое и нигде я не увидела что это там будет какое-то масштабное там какое-то оружие это вирус до какой-то там но нигде этого не было и почему 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 это не видно ну как бы на картах на вот этих вот все видно и в принципе посмотреть прогноз на год и увидеть там что-то такое что бомбанет и бомбанет весь мир можно другое дело что там не будет написано что это коронавирус там может быть будет написано просто что год будет сложный что определенный период кстати говоря когда мы смотрели на двадцатый год то прям вот май апрель май когда была вот это как раз первая волна там планета встала таким образом что было видно что действительно будет лихорадить весь мир но от чего сложно сказать потому что например в прошлый раз как так когда так сошлись звезды и планеты лихорадила после башен лизнецов поэтому мы не можем предсказать какое именно бедствие или какая именно стихи или какое именно событие будет именно в этот год но мы можем увидеть предрасположенность можем увидеть что возможно что-то произойдет 21 такого не будет нет 21 годом прекрасен в отношении отсутствие негативных каких-то аспектов он скорее будет годом достигаторов когда вы сможете реализовать все свои хотелки все свои желания в новых реалиях в любом случае и середина года она будет особенно успешно для тех кто захочет создать что-то новое для себя выйти на какой-то другой уровень неважно где они важно в какой сфере никаких каких-то грандиозных событий негативного характера не будет